На вертолетной площадке у ледового спортивного комплекса прошел конкурс водительского мастерства «Автоледи-2022». Пять участниц, каждая на своем автомобиле, ловко и с усердием выполняли упражнения первого этапа – скоростное маневрирование. Девушкам предстояло выполнить маневры на автомобиле, проехав трассу с элементами фигурного вождения. Габаритный коридор, змейка передним ходом, змейка задним ходом, параллельная парковка, гараж передним ходом, гараж задним ходом, коридор и стоп-линии. Победителем является участница, верно выполнившая все задания за наиболее короткое время. По завершении первого этапа, с которым практически все девушки справились идеально, участницы приступили к следующему, название которого – «Знаток правил дорожного движения», где конкурсанткам за одну минуту необходимо было ответить на пять вопросов. А пока девушки проверяли свои знания, в конкурсе с удовольствием приняли участие и молодые мамы Зарайска. Колясками и задорным настроением они успешно выполняли упражнения первого этапа. «На старт, внимание, марш!» «Итак, на змейку». «Итак, камера фото и видео фиксации могут зафиксировать превышение скоростного режима на нашей площадке». По завершении конкурса участницы были награждены подарками и прекрасными весенними цветами. Все девушки хорошо справились с испытаниями, но лучше всех это получилось у Алены Непши. Она получила золотой кубок победительницы из рук главы городского округа Зарайск Виктора Петрущенко и ценные подарки. «Очень и очень много подарков». «Хотелось бы сказать спасибо организаторам за такую уникальную возможность прокатиться, вновь ощутить себя на учебной площадке, скажем так, спустя 11 лет стажа. Это иногда очень прикольно и очень интересно. И спасибо большое за то, что таким образом они нам дают возможность развивать свои навыки, улучшаться, становиться все профессиональней. И это очень важно и очень классно. В таких мероприятиях я раньше не участвовала, но всегда хотела принять участие в автосоревнованиях. Это мое первое автосоревнование и, слава богу, оно удачное. Я очень рада и спасибо моему штурману, который поддерживала меня в моей семье, потому что это очень важно, когда близкие люди в сложную минуту находятся рядом.